Убывается две вещи, да, есть ли за мханом поставщики, есть ли потребители. Вот, собственно, такая картинка, которая изображает с одной стороны поставщика, с другой потребителя, хотя совсем недавно было вот так вот, да, что и поставщик, и потребитель, в общем, были айтишники. Сейчас, слава Богу, немножко по-другому, и начинают появляться вполне себе потребители из-за не айтишного бизнеса. Я провел небольшой опрос, как среди поставщиков клауд-решений, чтобы узнать, где их клиенты, так и сам потихонечку так посмотрел по интернету, поискал разных ISV, ну, я смотрел в основном SaaS-сервисы, чтобы понять, в общем-то, их географию. И при этом считал, что городом приписки компании является место, где сидят разработчики, ну, чтобы было справедливо, да, потому что продавцы и так в Москве сидят, чтобы слишком много баллов не доставалось в Москве, считаем по месту расположения, как офисер разработан. То есть, ну, вот что получилось, где поставщики. Вот тут коллеги немного закрывают, да, там, данные по Москве. Все-таки получилось, что нашел я порядка 50 поставщиков, удивительно большая цифра, да, хотя отрасль только развивается, и из них 52% находятся в Москве. Второе место предсказуемо занимает Санкт-Петербург, это 20%, и 13% — Екатеринбург. Вот сегодня Евгений как раз расскажет о том, какие в Екатеринбурге есть поставщики. И, так, а нет, это 15%, прощение, был Санкт-Петербург, и 20% выпало на все остальные города России. И интересная статистика получилась по клиентам. Тут я разбил вот в основном как раз по Москве и по федеральному округам. Получилось, что в среднем 35% клиентов облачных сервисов — это Москва. Ну и, начиная от 14% до 1%, это все остальные регионы. Соответственно, 7% — это Центральный федеральный округ, за исключением Москвы, то есть весь Центральный федеральный округ получается 42%. 14% — это Северо-Запад, и самый пока еще не использующийся регион — это Северо-Канкарский федеральный округ, в принципе, предсказуем. Хотя вот тоже получается, что Урал занимает 13%, в общем-то Урал везде выделяется. Давайте тогда перейдем, вот Евгений, наверное, расскажет о том, чем же так выделяется Екатеринбург на карте поставщиками, да, получается 13% поставщиков по городам третье место. Давайте передаем ему слово, и потом с деками еще продолжим. Спасибо. Добрый день, я вас всех рад видеть. Надеюсь, вопрос поиска кошки вас не сильно усыпил. У меня тут тоже презентация была? Да. Окей. Так. Что-то как-то на начало попасть просто. Уже один слайд оставался. Вот, отлично. Ради этого я листал. Екатеринбург такой очень своеобразный город. Он изображен вот на этом слайде, и все, что ему присуще. Там очень много промышленности с одной стороны, с другой стороны. Но он находится на границе Европы и Азии. И в силу того, что это такой транспортный узел, там, в общем-то, довольно много по сравнению странными регионами России денег. И, ну, я с Москвой, конечно, буду сравнивать. И довольно-таки много промышленных предприятий. Изначально все реки в Екатеринбурге начиналось с автоматизации работы этих промышленных предприятий. И еще в DBC-шную эпоху, когда еще были там такие компьютеры, как Искра, у нас был такой человек, Александр Давыдов, который написал программу АМБА, автоматизированную вместо бухгалтера. Это было, по-моему, в 85-м году. И затем вокруг этой АМБА, кроме каких-то там заказчиков из горосполкомов, РС-полкомов, образовались другие заказчики промышленных предприятий. И появилась целая компания с КПКОМ, которая все 90-е годы эту АМБУ распространяла и пыталась конкурировать с другими поставщиками бухгалтерии. И там, может быть, не совсем успешно, но самое главное, что в 2001 году пришла такая идея перенести бухгалтерию в ВЕП. Это было очень революционно по тому времени. Вы, может быть, слышали о такой компании, как Интуит, которая делает систему QuickBooks для автоматизации американской бухгалтерии. Так вот QuickBooks впервые пошел в ВЕП тоже в 2001 году. То есть мы вот так вот одновременно с ними в Екатеринбурге решили перенести. Бухгалтерию в ВЕП. И начали с очень простой задачи, которая связана с подачей отчетности в налоговую инспекцию. Ну, в итоге на этом и закончили. То есть бухгалтерию в ВЕП не перенесли, но сделали такой проект «Контур Экстерн». Проект «Контур Экстерн» — это сейчас, безусловно, самый крупный и самый успешный СААС в России. Несколько миллиардных рублей выручки. Если вы посмотрите любой какой-то набрендинг СААС-провайдеров или каких-то СААС-проектов, в целом можно сложить выручку всех остальных российских СААСов, и это будет выручка «Контур Экстерна» за месяц. И, конечно, это был большой успех. В этом смысле действительно по-настоящему продающие, не продающиеся, а продающие СААСы находятся, конечно, в Екатеринбурге. И до сих пор этот продукт себя хорошо чувствует, успешно развивается. Но кроме этого есть в Екатеринбурге и другие СААСы. Опять же, в 2001 году вот тут самый Александр Давыдов, который к тому моменту уже «Контур» покинул, основал компанию «Наумен». «Наумен» запустил такой продукт «Наудок», который тоже имеет свою облачную версию. Это система документооборота, которая в своем сегменте занимает до 20%. Но это, конечно, тоже очень неплохо. «Контур Экстерна» занимает до 50% в своем сегменте. Это все так развивалось, развивался интернет. Во многом вообще вот эта самая налоговая отчетность через интернет стала катализатором развития интернета в отдаленных регионах. В общем-то, налоговые инспекции отказывались принимать у крупных налоговладельщиков отчетность на бумаге. Так интернет пришел, там, не знаю, в Новый Уринкой, благодаря тому, что необходимо было сдавать отчетность. Но идея сделать «Амбу» в Вебе, она не оставляла жителей Екатеринбурга. И в 2008 году была сделана вторая попытка. В результате появился проект «Электронный бухгалтер Эльба». Но это опять получилась не бухгалтерия, а это продукт, который помогает владельцам и руководителям малых бизнесов решать их какие-то проблемы, связанные с государством. Опять же, прежде всего, это проект, который объясняет, что им нужно сделать, чтобы к ним не было вопросов, помогает им отчитаться. Нам он, кажется, тем, фактически одновременно запустил проект «Сделки-24», который тоже бухгалтерию в облаке. Но «Сделки-24» направлены прежде всего на подготовку первичных документов, то есть на счета, арты накладные. Затем, чуть позже, появился такой проект, как «Эврика». Он уже направлен непосредственно на бухгалтерскую аудиторию, его сделано с каком контур. Тоже «Эврика» — это зарплата в ВИПе, и сейчас уже готовятся версии бухгалтерии. То есть такой настоящей тяжелой бухгалтерии с оборотно-сайтовыми ведомостями, двойными записями и бухгалтерскими балансами. И еще один такой очень перспективный СААС — это диадок, который тоже появился в Екатеринбургской бухгалтере. Вы знаете, наверное, о том, что большое количество бумаги, содержащей счета фактуры, акты и накладные, у нас в стране циркулирует. Это большая проблема. Такие крупные игроки, как, скажем, Метро Кошенкери, у них есть ангар, где-то там в средней полосе России, где 300 человек просто будут только тем и занимать, что перекладывают эти бумажки. И вот сейчас, наконец, готова вся нормативная база, по-моему, 22 мая это вступит окончательно в силу, чтобы все участники этого обмена могли это делать электронно. То есть вы сможете свои счета фактуры передавать в электронном виде своему контрагенту, затем он сможет отчитываться в блоговую инспекцию. Очень много игроков тоже идет на этот рынок, ну, в том числе и Метелепург, и СКБ-Контур. Наумен, между тем, кто же не дремал и недавно запустил такой дечерний проект «Смартнад», это СААС направлен на облегчение взаимодействия между тем, кто управляет эти инфраструктуры предприятия и их клиентами. И вот, кстати, Кирилл руководит. Поэтому я это и вставил на слайд. Окей. Дальше тоже все не остановилось у нас в Екатеринбурге. Кто из вас слышал об игре «Веселый фермер»? Есть такие люди? То есть это игра, которая в социальных сетях в свое время имела очень большой успех. Там люди заработали 20 миллионов долларов буквально за несколько месяцев. Я, собственно, в нее не играл. Но интересно то, что ее оставал тоже человек из Екатеринбурга. Это компания «Эджет» Алексей Костарев. И совместно с человеком, который в «Науме» запускал «Наудок» с Дмитрием Калаевым, сейчас они основали, там еще есть другие люди тоже, такой инвестиционный фонд «Рэнд Паттерн», который помогает запускать СААСы следующего поколения. Кроме того, из компании «Скобу Контур» ушел первый руководитель проекта «Контур Экстерлинг Волков» и основал тоже свой инвестиционный фонд «Прожектор». И сейчас, ну в основном это все проекты «Прожектора» у Родбаттона, пока нет таких достижений. Есть вот такие СААСы как «Рецептол». Его идея в том, чтобы найти самое дешевое лекарство в городе. То есть вы понимаете, что цены на дорогие лекарства могут отличаться по сотне рублей, да, если особенно вам нужно купить много. И вы находите самую оптимальную аптеку. Проект «Ирэнд» вы можете взять в аренду какую-то экзотическую технику, там, не знаю, аппарат для сварки труб в квартире, предположим. То есть то, что вам не нужно покупать таймлайнер, вы можете установить легко к себе на сайт, если вы, например, какая-нибудь парикмахерская, модуль для того, чтобы ваши клиенты могли к вам записываться. И есть это не совсем СААС, но такой тоже интересный проект «Демократия-2», который пытается реализовывать в сети принципы абсолютно нового подхода к избирательному праву, в котором просто все делают сами граждане определенным образом договорившиеся правила. Ну, вот, наверное, у меня все. И в петербургских соансах я рассказал. Спасибо. Спасибо, Евгений. Собственно, понятно, откуда... АПЛОДИСМЕНТЫ